Пробка Пробковый дуб Латинское название которого Куэртус Субер Является вечно зеленым деревом Произрастает уже более 60 миллионов лет В средиземноморском районе Африканского континента А также на юго-западе Европы В особенности в Португалии Которые называют родиной пробкового дерева Но Португалию приходится около 50% Мирового объема изделий с пробки И более 30% мировых пробковых лесов Деревья пробкового дуба Живут долго До 150-200 лет Успевая много раз дать урожае коры Которая используется В самых разных целях В первую очередь для производства винных пробок Уникальные достоинства пробки Как материала Стали известны людям очень давно Корковые пробки Использовали уже финикийцы И римляне Закупоривая ими амфоры И кувшины с вином А также сосуды с благовониями Но со временем Накопленные ими опыт и знания В этой области были утеряны Почти на тысячи лет Только к концу 17 века В Европе В связи с развитием производства Стеклянной посуды Вновь начали заниматься Изготовлением пробок Из коры пробкового дерева Из-за того, что пробковые деревья Растут далеко не везде Человек начал делать пробки Из другой древесины А также из глины Керамики, стекла, фарфора, металла Резины и пластмассы Но у всех этих пробок Только одно назначение Не дать пролиться жидкости Которая находится в закупоренном сосуде А у настоящей пробки Сделанной из пробкового дерева Совсем другая задача Не дать вину Изменить свой вкус И потерять неповторимый аромат Интересно, что о качестве вина Можно судить По длине пробки Производители элитарных вин Считают, что такие вина В особенности предназначенные Для длинного хранения Нужно закупоривать только длинными Корковыми пробками Причем эти пробки Должны быть изготовлены Из третьего съема Коркового слоя пробкового дуба Когда его возраст Достигнет 40-45 лет А теперь Возвратимся к концу 17 века Все началось в долине реки Марны Возле города Эперны, Франция Когда монах Периньон Сумел Укротить процесс брожения И получить светлое пенистое вино В тот день родилось шампанское И получила свое второе рождение пробка Промышленное производство пробки Делало свои первые шаги На Перинейском полуострове Процесс изготовления был очень примитивным Пробки конической формы Вырезались ножом Вставлялись в бутылки И заливались воском Так продолжалось более 100 лет Пока не было изобретены Первые машины для изготовления пробки Эти машины не сразу Но научились делать пробки В форме цилиндра Затем пробки стали составными Они склеивались из двух и более частей Специальным веществом На эфирной основе Появление составной пробки Было связано с тем Что оказалось трудным Получить пробку сырец Нужного качества И в большом количестве И наконец основным материалом Для изготовления винных пробок Стал пробковый агломерат В пищевой промышленности Возникла потребность В пробковых дисках Прокладках для металлических крышек Которыми закупоривали Минеральную воду Лимонады Пиво Пробковые диски должны были быть Очень дешевыми Потому что эти напитки Недорогие Пробка прекрасно сохраняет Их вкусовые качества И тогда чтобы решить эту задачу На помощь пришел агломерат Слово агломерат происходит От латинского Агломеро Присоединяю Присоединяю Агломерат пробки Делается таким образом Сначала пробку сырец Невысокого качества Перерабатывают в гранулы А полученный гранулат Проклеивают Древесной смолой Затем из агломерата Изготавливают на специальных машинах Пробковые диски Разного диаметра И разной толщины Увеличение спроса на шампанское Привело к тому Что Укупорку бутылок Стали делать на Высокопроизводительных машинах Потребовался более прочный тип пробки И она была разработана Теперь пробка для шампанского Имеет Грибовидную форму И состоит Из основы агломерата И дисков из натуральной пробки Сорца Вместе с тем Для многих дорогих сортов вин Укупорка и в наше время Делается полностью из натуральной пробки Коллекционирование пробок Очень редкое хобби Большинство коллекционеров Живет в Португалии Которая как уже указывалось Выше справедливо считается Родиной пробки Тем не менее Самым знаменитым коллекционером пробок Стал американец Джон Поллок Работавший долгое время В администрации президента В должности спичрайтера Билла Клинтона Он собирал пробки от вин Более 30 лет И за это время У него накопился Целый склад Около 200 тысяч пробок Наступил день Когда перед Поллоком Встал вопрос А что же с ними делать И коллекционер решил Построить из своих пробок Судно Корабля К сожалению Не получилось А вот хорошая Вместительная пробковая лодка Была создана По его подсчетам На лодку Было израсходовано Свыше 160 тысяч Пробок Как известно Родиной пробкового дуба Является Португалия Коллекционер Решил Стать путешественником И проплыть На своей лодке По португальской реке Дору Путешествие Закончилось Благополучно А господин Поллок С тех пор У своих друзей И знакомых Получил прозвище Пробковый капитан А вот Известный Албанский художник Саимир Страте Из Тираны Пробок не коллекционировал Но очень хотел создать Из них Мозаичное панно Он закупил На складе Необходимое количество Пробок И приступил к работе Его творение Все еще не закончено Художник создает Картину площадью Аж 96 квадратных метров На которой Будет изображен Человек Играющий на гитаре По подсчетам Автора Картины Уже имеющего Опыт создания Гигантской художественной Композиции Зубочисток На всю его работу Уйдет около 300 тысяч Видных пробок Разного размера И формы Сколько ему понадобится Времени Чтобы завершить работу Не знает никто В том числе Он и сам Как известно Пробка всегда Находится в тесном Союзе Со штопором Впрочем Иногда Можно Вынуть пробку Из бутылки Без применения Этого инструмента У данного способа Есть по крайней мере Три разновидности Во первых Можно Наполнить водой Доверху Пластиковую бутылку И ее Средней частью Наносить ритмичные Удары По дну бутылки С вином Пробка будет Медленно выходить Наружу Во вторых Можно приложить К стене Толстую книгу Для смягчения Удара А потом Стучать дном Бутылки По этой книге Особенно Хорошо Использовать Этот способ Когда у бутылки С вином Вогнутое дно В этом случае Как показывает Опыт Пробка начинает Вылезать Из бутылки Уже после Нескольких Несильных ударов В третьих У нас в России Есть немало Умельцев Ловко Вышибающих Пробку Из бутылки Мощным ударом Открытой ладонью По ее донышку Все эти способы Основаны На использовании Принципа Гидравлического удара При этом Пробка Остается целой И невредимой А когда у вас В доме Накопится Необходимое Количество пробок Из них Можно самому Сделать Отличную Подставку Для горячих Сковородок И кастрюль Данная Статья Опубликована В журнале Загадки Истории Написана Генрихом Тумаринсоном В 2014 Году Номер 2 Не забудьте Подписаться На канал И оставить Ваши Комментарии Продолжение следует